Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. У нас сегодня с вами очередной мукбанг. Я купила селедку под шубы, хотя выглядит она очень странно. То есть это вроде как внизу мимоза, сверху селедка. Но попробуем, возможно, это вкусно. И самая вкусная шаурма от шаурмы номер один. Гляньте, какая она огромная. Я, кстати, была немного шокирована, когда увидела, что у них шаурма подорожала. Обычно у них она стоит 2,50 или 3,50. А здесь она стоила почти 5 монат. Для шаурмы в Баку это очень дорого. Я немного удивилась, но все равно решила заказать. Потому что я очень люблю именно их чесночно-майонезный соус. Он просто очень вкусный. Супер-калорийно. Здесь соленые огурцы. Я люблю шаурму. И домашнюю, и покупную. Душу дьяволу продам. За шаурму. Тот день, маменька, говорю. Вот когда у меня будет своя семья. И, например, день рождения моего сына. Дай бог. Возможно, вы меня осудите. Но я просто закажу сет роллов. Каждому по шаурме, пиццу и все. Сидеть там, готовить. Ладно, на повседневку для домашних, для дома. Но на день рождения, мне кажется, очень круто, когда что-то нереально вкусное, как эта шаурма. Я помню, однажды мы снимали видео с шаурмой этой. Чисто искренне ее хвалили. Настолько кайфовали от того, что это очень вкусно. А потом шаурма номер один меня, кстати, пригласили бесплатно посидеть, пожрать. Я думаю, бог мой, как круто. В общем, нравится мне там обстановка. Умеют люди делать все в одно. Умеют. В общем, я бы для своего сына устроила день рождения чисто на фастфуде. Сейчас все начнут писать, что это вредно и все дела. Но вы знаете, все вредно. Если моя дочка, например, начнет рано краситься, рано увлекаться макияжем, я только ее поддержу. Вот я хочу быть мамой. Дай бог, возможно, я поменяю свое мнение. Я хочу быть всегда в теме, как, например, Бородина. Или как Самойла. То есть, например, ребенок хочет что-то начать. Всегда поддерживать, помогать. Потому что меня поддерживали. У нас типа есть такая традиция. Нельзя выщипывать брови до свадьбы. Но сейчас это уже не актуально. Но когда мне было где-то 15 лет, очень даже это было актуально. Извиняюсь за этот шум посторонний. Вот. И родители некоторых кавказских девушек запрещали выщипывать брови. А у меня сросшие здесь брови, мне было безумно некомфортно. Одноклассники иногда называли меня Масты. То есть, это вот так вот просто. Мне жутко хотелось это убрать. Но я в то же время стеснялась сказать маме, что на мной издеваются в классе. Можно я это уберу? И тут на помощь пришел мой брат. Он подошел к маме и говорит, ну а дай-ка все издеваются, потому что у нее сросшие брови. И мне мама так повернулась. Так убери. Что здесь такого? То есть, мама никогда не ограничивала, никогда не сажала нас в рамки. Мама вырастила из нас лидеров. Когда я начала YouTube, мама меня поддерживала. Одно время я захотела делать маникюрчик. Покрыть гейлак и все дела. Так здесь тоже мама меня поддержала. Мы с папой ходили, покупали это все. То есть, никогда не было такого, что да нафига тебе это надо? Вот зачем тебе оно надо? Ничего не получится. Вот такого никогда не было. За что я безумно благодарна. Своим родителям. У нас есть знакомые и у них дочка. Она очень круто снимает тиктоки. Вот реально. Очень круто у нее получается. Прям знаете, хоть ей 15 лет, в ней есть этот стержень. И как вы думаете, что делают ее родители? Убивают всякое желание этим заниматься. Я бы, например, поступила по-другому. Я хочу, чтобы мой ребенок и учился, и параллельно еще хобби занимался тиктоком. Почему нет? Я помню, наше детство под заборами сидели, курили. Когда мне было лет 7-10, интернета не было. И чем все занимались? Просто на улице мотались туда-сюда, оскорбляли друг друга, кого-то там гнобили, был буллинг обязательно кого-нибудь. В любой компании был лох, был лидер и толпа. Я вот как раз таки была из толпы. Никогда не была лидером. Любую проблему ты открываешь и читаешь в интернете. Я реально думаю, что интернет это лучшее, что изобрели. Впервые я про интернет услышала от своего брата. Мой брат хотел, чтобы нам провели домой интернет. И он маме говорил, там есть рецепты. И я такая, там есть классные фотографии, чтобы я скачала на свой телефон. У меня брат говорил, там есть все, Айка, все, что ты хочешь есть в интернете. Мне немножко казалось странным, похоже на какой-то обман, что прям все есть в интернете. то есть я считаю, то есть я считаю, что если ребенок целый день сидит, не знаю, там возможно зрение это не очень хорошо. Ну а так, в общем, для развития очень даже неплохо, что ребенок сидит постоянно в Ютубе, узнает какую-то новую информацию, увлекается чем-то, хочет двигаться в каком-то направлении, узнает какие-то новые слова. Просто божественная шаурма. Вчера целый день сидела, играла в игру, прикиньте. На меня это вообще не похоже. Я всегда осуждала людей, которые ничего не делают, сидят, играют. Так получилось, что всплыла реклама в инстаграме. И мне тут очень понравилось, решила попробовать. Как залипло, а у меня, когда я долго смотрю телефон, очень болят глаза, я нифига не вижу. Спасают только очки. Хорошо, что я купила очки. Сейчас я не понимаю, как я раньше жила без очков. В обычной жизни мне их неудобно носить. Просто потому, что они от астигматизма. У меня просто один глаз очень плохо видит, а второй видит хорошо. на 100% один и один на 15%. Настолько большая разница. здесь просто остался лобашек. Невкусно его уже. Приступим к гвоздю нашей... Приступим к... Приступим к гвоздю нашей программы. В общем, одно время даже хотела сделать операцию. Ну так себе, знаете, неплохо. Не вау, но есть можно. Селедочка прям чувствуется. Иногда просто убивает некомпетентность некоторых врачей. Я когда в первый раз пошла к офтальмологу, решила проверить свое зрение. У меня получается один глаз видит очень хорошо, другой видит очень плохо. И когда я пришла к ней, она мне сказала, ужас, какой ужас. У тебя будет косоглазие. Вот однозначно. Ты слишком поздно пришла. У меня прям покатились слезы. Она говорит, ну в принципе, ничего страшного. У тебя просто один глаз закроется. Так-то ты себя нормально будешь чувствовать. Просто чисто из-за эстетических соображений как-то не очень, что один глаз будет видеть, а другой будет закрыт. Она работала в бесплатной поликлинике. Вы прикиньте, так человека напугать. Я решила пойти еще к другим врачам. И другие врачи мне сказали, что в принципе не плачевно. У всех бывают такие ситуации, косоглазие, не знаю, что один глаз закроется. Такой вероятности нету. Просто носи очки и принимай какие-то там препараты, которые они мне прописали. К таким врачам я считаю, что идти не стоит точно. Врач, наоборот, должен мотивировать тебя и вдохновлять на то, что ты выздоровеешь. В общем, на этом все, мои хорошие. Я наелась, честно. Обожралась просто этой шаурмой. Она была очень вкусная. Всех люблю. Целую. С вами Блайка Емили. Всем пока.